Отец наш небесный Господь, Творец неба и земли, Господь наш Иисус Христос, Святый Душа Божия, Пресвятая Троица Божия наша, благодарим Тебя, Господи, за великую милость и за сегодняшний день, за то, что даровал Ты нам собраться все вместе в этой Церкви Твоей Святой. Помоги, Господи, нам в проведении этих занятий. Даруй, Господи, чтобы слышанное здесь из Слова Твоего Святого, от Духа Святого, растолкованное Святым Отцом, чтобы вошло в наши сердца, в нашу душу и на наши руки передалось в наших делах, чтобы можно было услышать призыв и брата и выйти на благовестие. Помоги, Господи, разбуди наши души. Даруй, чтобы совесть всегда колебала эту душу, как и во вчерашней проповеди говорил святитель Златоуст. Чтобы не было покоя нашей души от совести нашей, чтобы она была легкая и воспаряла всегда горнему, а не прилиплялась к земному, чтобы не смог нас сатана уловить и ранить в питу и тем сказать, что он победил нас. Помоги многому милостивой. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Итак, восьмой стих. Римлянам, 12 глава. Как это дневного света? Восьмой стих. Увещатель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Толкование. Ну давайте немножко остановимся, во-первых. Апостол Павел говорит к римлянам. К римской общине христиан, искренно верующих, как мы сейчас сказали, истово православных. И говорит он так, ибо как в одном теле у вас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе и порозим один для другого члены. Вот мы говорим сейчас, апостол Павел говорит об этих членах. А мы читаем, рассуждаем сами. Наше с вами дело, братья, для лучшего запоминания, для того, чтобы от слышания и уверования перейти к делу, разобрать на сегодняшний день и принять эти слова. А уже до конца принять, не так, чтобы задавать вопросы, раз что да как. Если есть вопросы, давайте будем задавать их сейчас, чтобы все это разобрать и вместе со святыми отцами, через апостола Павла, от самого Господа Иисуса Христа, все разобрать до конца и принять эти слова, чтобы они нам запомнились, чтобы мы могли их передать и другим. Итак, апостол Павел говорит о Церкви Христовой. Вот странно, что сектанты до конца не понимают понятия Церкви. У них очень близки к церковным отношениям между собой. Вот как они начинают с новенькими разговаривать, когда сектанты со мной разговаривали, ну прям, что называется, прям затягивают тебя. Они прям тянут, но не то, что тянут, они тянут тебя своей верой, вот то, что у них есть. И многие все в простоте делают. И нету там ничего, как говорят, о, сектанты, это там секта, там хотят у тебя все обобрать, облапошить. Это совершенно неправда. С этой неправды начинается поражение православной истинной Церкви от сектантов. Если православные будут так все говорить о сектантах, это можно сразу поставить крест на этой Церкви. Это чистая неправда. То, что они в это веруют, то, что тебе говорят, это уже точно доказательство, это был у нас пример не то, что на себе. Дело все в том, что так как я Слово Божие люблю и попал к сектантам сразу, и они мне начали цитировать такие места священного Писания, на которых нужно уже поломать голову и вспоминать их. Но хорошо я Библию знаю, и поэтому я знаю, что эти места Писания есть. Они мне показывают не просто, рассказывают место Писания, наизусть его говорят. И место Писания говорят, где это? Мы можем открывать и с ними разбирать это место Писания с этими людьми. Но где вы среди православных это найдете? Когда? Вот мама приехала. У них там в Церкви, они проходят сейчас Книгу Бытия. Ну и как вы проходите Книгу Бытия? Ну как? Расскажи. Кто толкует Книгу Бытия? А, у нас толкует Книгу Бытия, как бы сказать, ну батюшка у нас, Архимандрит, представил ее как матушкой. Так это она читает. Кто толкует Книгу Бытия? Она и толкует. Она сама прям вот в обыкновенной Библии, она сама и толкует. Она сама толкует. То есть от Духа Святого сразу появился толкователь. Да. Ясно. Вот так у нас все происходит. Никакого никакого нет, просто по чистой Библии, без толкования. А толкование есть? То есть толкование есть. Надо сказать, что она фактифизирована и все прочее. Святой Иоанн Златоустый. Толкование есть на Книгу Бытия. Василий Великий может нам помочь. Святые отцы могут помочь нам. Не от себя тяну толковать. Матушка, не матушка там, никто не знает. Тем более женщины еще начинают. Когда есть сам батюшка у вас, доконный ежи и монах, да еще архимандрит. Уж мог бы что-нибудь растолковать-то, вспомнить-то. А нету ничего. То есть разговоры идут только на уровне базарном. И, конечно же, ничего к сегодняшнему дню не применимо. А апостол Павел говорил к посланию к римлянам, написал. Это было непростое послание. Оно было до такой степени актуальное послание, что они без него не были бы церковью. Вот как сегодня они еще хоть как-то сохранились. Хоть католицизм пускай, но, однако, церковь все-таки там рукоположение идет с апостольских времен. И, однако, мы их не можем назвать до конца уже истинными. Уже там ереси есть. Не помогло послание апостола Павла. Можно сказать, толкование на слова Христа. Не до конца помогло. А теперь вспомним, еще послание и к коринфянам есть, и к фессалоникийцам. Ну, это города и в Греции, и в Малой Азии города есть эти, которые посылал послание свои. И где? Ну, в Греции там еще есть православные. Слава тебе, Господи, сохранились. А Малая Азия вообще турецкая стала. Чего не хватило для этого? Не хватило благовестия, не хватило распространения слов Божьих. Мы вот говорили о Григории Амирицком. Это вообще шестой век, шестой век. Аравийский полуостров, там где Йемен, там где родится вскоре Мухаммед, который станет основателем мусульманской религии, которая заполонила весь Восток. Да и Африку всю. Нету ничего. Чего не хватило? Не хватило жизни в Церкви Христовой. Люди сейчас в православной церкви заваливают им священника вопросами. Как жить правильно в православной церкви? Как нам так вот, так себя поставить в православной церкви, чтобы поститься было легко? И чтобы радостно мы на молитве стояли? И чтобы батюшки были, чтобы спокойно можно было с ними поговорить, как это сделать? Апостол Павел, если бы мы разбирали апостола Павла до конца, да вот с толкованием блаженного филактора, никаких там матушек, непонятных, то вот это бы все к нам и вошло в нашу жизнь церковную. Вот таких выступлений, как сегодня брат сказал, малый, как говорится, сей, они бы были везде и постоянно, и не надо было никого выступать, встали и вышли и пошли, как было раньше. А теперь нужно побуждение, нужен толчок. Почему? Потому что нет разбора на сегодняшний день. Не заботимся о своей душе. Ночью совесть наша не обличает нас, душу нашу. Душа наполняется, тучнеет, как вчера в проповеди Златоус сказал. Спокойно на перинках почаёт. Но есть эта горошина, которая принцессу будила постоянно, не давала спать. Это горошина совесть наша, которая знает Христа, потому что мы все через воды крещения прошли, как сегодня говорил Сусоев нам в проповеди. Что там было? Тишина, покой, светлость. К этому шли. А что сейчас? Утучнели, говорит, разжирели. На дрожжах своих сидим. Ничего, Господь всколыхнёт. Вот колышет же он Игнать Тихоныча. А что, почему он один-то колышется? Почему не все там? И вот меня всё время вот это заботит. Как начинают говорить, вот Игнатий Тихоныч, там опять Игнатий. Ну чего вот ни меня не вспомнить, никого из наших братьев. Ну было легче бы всё равно нашему брату-то старшему. Нет, его опять вспоминают. Почему? Ну везде на брусвер один вылазит. Он как Александр Матросов, только вечно живой. Всего перестреляли уже. А сколько амбразур закрывает? И никто не поможет. Вот это вот помощь сегодня. Брат просто помощи требует для брата своего. Он же видит, что он рядом, ему тяжело. У него совесть его больше обличает. А мы-то далеко отсюда. Пока там доберёшься до этого воскресенья. В субботу никто не ходит. Праздники только одни. Как говорит Златоуст, причащаетесь только на праздники, говорит. А нет, чтобы так по-настоящему, по-истинно-христианскому, как апостол Павел говорит, евангельскую веру хранить надо. Сохранили веру православную, истовую, истинную. Всяко только назовут. Только слово евангельское нигде не добавят. И вот на сегодняшний день-то разбор один только. Мама, и к вам тоже обращение. Вот к Красноярск, к вашему акримандриту. Евангелие нужно разбирать. По Евангелию, хотя бы, даже пускай толкования не будет. Но хотя бы Евангелие открыть. У нас приезжали, когда за помощью, когда Тихночек, обратились с московской патриархией. От Максима, епископа, приехали двое. Два благочинных. Александр Войтович и Михаил Погиблов. Это очень крупные фигуры в Алтайском крае священников. Это священноначалие, будем говорить. И просили помощи в чем? Чтобы... Меня сделать мальчиком для битья. Добровольно. Не, ну это понятно. Но они же не этого... Я не знаю, тогда ситуация такая. Новый ставленник Владимира Путина, это глава администрации Алтайского края Александр Богданович Карлин. До этого он занимал очень высокий пост юристом. Составлял даже законы. В правительственных органах, там где-то рядом. Ну раз выдвижение Путина, значит, это не рядовой член. А он как раз... Почему сюда поставлено? А он уроженец Тюменцева. А Тюменцевский район, я там родился. Надо сказать ему, чтобы он помог. Ему сказать, под одним солнцем портянки сужили. Альбийские жили. Родня. Ну и он решил, или ему поставят или советники, создать совет религиозных деятелей. Вот как было у Колганова. Он собирал. У мэра города. Но это глава администрации Алтайского края. И православные московской патриархии узнали, что они будут теперь среди сектантов, от которых будут свои представители. То есть, в общем, представители будут советы. Это никак. Это новые, которые приехали, это новая жизнь. Еретики. Все с нами будут? Да этого не будет. Мы никак. И они решили создать себе Антанту. Взять те, которые традиционно были в России. А объединиться с мусульманами? С евреями? И сказать, протест дать главе администрации. Если у тебя будут те, мы не пойдем. Ну а как это сказать? Главе администрации-то, они же высветятся. И они решили так. Это никто лучше не подаст, не просто бумагу сунуть, а разъяснить, чтобы он понял. Это сделает только Игнатий Лапкин. Из благословения архиерея Максима, они приехали и сидели вот здесь и здесь. Вот они здесь были. Я сразу понял, разгадал тут открытым текстом, что тебе привыкать, тебя бьют, а мы-то еще будем. Но я сказал, я согласен. Только, ребята, давайте обсудим так. Я вам назову два момента, с которыми вы обязательно должны согласиться. Что Карлин, выдвижение с Путина. Вы согласны? Ну тут что согласны? Он его поставил. Его не выбирали, Карлина здесь. Путем назначения был. Второе, что Карлин, Александр Богданович, юрист очень высокого класса, республиканского. С этим согласны? Согласны. Теперь, Балейко, дальше скажем, что Путин все-таки встречается и выходит с патриархом Алексеем, с Кириллом, но не с баптистами, не с адвентистами, не с пятидесятиками. Там могут рядом с ним быть другие где-то, но государство, образующую роль, все-таки сыграло православие. И Карлин, как выдвижение с Путина, никогда против него не пойдет, против Путина. Вот сразу поймите, никогда против не пойдет. И дальше он юрист, и Карлин не пойдет против закона, потому что он призван как гарант Конституции быть. Согласны, согласны, говорю, все остальное отпадает. Понятно? Вы вот что сделаете. Они уже поехали к мусульманам, я говорю, ничего не делайте. И скажите, мы в этот совет не пойдем. А если в совет вы не пойдете, а вы православная патриархия, Карлин с сектантами возжаться не будет. Зачем? Потому что Путин с ними нет, и он как бы против Путина не пойдет. А сказать, что их отвергнете, он тоже не пойдет для закона, мы все одинаковые. Что православные, что сектанты. Перед законом-то мы все равны, главное, чтобы не нарушать Конституцию, уголовный ходец. И поэтому вы только дайте знать, что вы в этом совете не будете участвовать. Вы считаете, что не будет совета? Я говорю, тут считать не надо. Так не надо ехать. А не помню, звонят, патриархия, ой, тут такой огромный потенциал. Здесь потенциал как-то услышали. Ребят, да я ничего особенного не сказал, кроме того, что на виду, на плаву. А вот поглубже я сейчас начну копать, а тут вы будете хватать за себя за уши. Вы уже тут многое прогадали. Ну и правда, они никуда не поехали. Мы их встретили по-хорошему, проводили по-хорошему. На утро, кажется, не на утро, дня через два, утром, звонят мне, она с советником по связям с общественностью, по религиозным культом, была Волобоева Марина Маратовна. Она была завкафедрой теологии Алтайского государственного университета. Она была у нас, тут приходила, в фотографиях она сидит. Такая симпатичная очень женщина, она, не знаю, кто-то ближе к Турчанке, где-то, с Турцией там. И она говорит, Игнатий Тихонович, Карлин-то отказался от совета. И его не будет совета. Я говорю, вы уверены? Да, абсолютно точно, уже, говорит, меня уведомили. Я говорю, да как я это сказал, вот сколько, два-три дня назад, сказал, что Карлин откажется, потому что он против Путина не пойдет и закон нарушать не будет. Тут два пункта только одно. Закон нарушать, если он скажет, мне давайте православных, там так не надо, это нарушение закона. И он на это не пойдет. Вы должны сделать так, чтобы он сам отказался без вашего давления. А вы имеете право не быть в совете? Это ваше право. Он меня избирает, а я не пошел. То есть дверь открыта в автобус садится, я могу садиться, могу не садиться. Могу на выборы пойти, могу не пойти. А в армию я обязан пойти, то обязанность, а то право. Ну и вот, вот из-за чего они здесь были. В любом вопросе нужно начинать с себя. И посмотреть на обстановку, и посмотреть, что об этом сказано, где. Не таким текстом, что Карлина тут не указано. Но явное дело, что он на страже закона. Ой, так сказать, теоретически. Ну там был такой момент, когда беседа происходила, они все-таки увидели книги, и начали о книгах разговор, ну и тут вообще о вере, о жизни церкви. И Погиблов все-таки открыл трехтомник, второй том он открыл, и сразу же попал на слова обличительные. А там написано, что священники в комментариях, да, написано, сейчас не проповедуют. И он так воскрылился, у него такая мантия с красным подкладом, он так раскинул ее. Как это, вот это вот, вот сразу же у вас неправда здесь. Как это я не проповедую? Я сегодня в церкви такую прекрасную проповедь сказал. Только никто обращенных от этой проповеди-то не видел. И вообще, можно сказать, со стопроцентной уверенностью, со стопроцентной, представьте себе, все, вот только представьте, 100% в православии, за все время, сколько оно существует, не было никогда истинного рождения свыше. А потом, о чем говорил Христос, если это рождение свыше было, то оно не на православных лежит. А подтолкнули к этому сектанты, как раз те самые, которых православные пытаются гонять. Да и гонять-то еще не получается. Начинают гнать, как говорится, и сами попадают в лужу. И все заканчивается чем? Старобрядцев гнали, каются теперь. Евреев гнали, получили революцию. И так будет всегда. Кто гонимые, гонимые являются жертвой, а не гонители, как сейчас думают. А подменять очень легко. Как сейчас. Ой, нас так гонят, ой, нас так притесняют, поэтому власть, ступись за нас. А что? А кто вас гонит, кто притесняет? А вот сектанты везде ходят. Вот свидетели Иеговы ходят, везде проповедуют. Так вы еще больше проповедников выставите. Вот сейчас будет крещение. Я к примеру говорю, как можно выставить. И будет идти такая толпа народу с колоколами, машина впереди, долбят. Одеваются вот так вот они, интересно, кресты там, иконы. И вот идут одной колонной, молча, сопят, пыхтел. Пар вот такой над всеми, как паровоз большой. Проскочили до этого проруби, туда люди позаходили. И самое интересное, вот у меня всегда вот это поражает. Это не тупость, это целенаправленная ложь, которую священники навязывают народу. Причем народ, сам того не понимая, я думаю, что это от Духа Святого, показывает истину. Потому что в такой морозяку люди в воду лезут до конца и погружаются. И там стоят пока три раза не окунуться. А священники стоят рядом, передергиваются, это все, ручонки греют, в рукавах там везде засовывают, где можно. Они же видят это, что люди сами лезут в воду и погружаются. Кто туда толкает людей? Сатана, что ли? Да это Духом Святым показано этим священникам. И они стоят в очках, кто не в очках, все слепые. Ну что, ни один не увидится, и, батьки, а что это без нас народ-то в воду лезет, а мы и покрестить не можем даже в теплой воде троекратно. Все вокруг да около ходят. Вон мама, пожалуйста. Она молчит, просто не знает, что говорить. Я буду говорить, потому что я знаю, что они... Пошла здесь креститься, а здесь тяжело. Здесь надо пост до конца соблюдать, здесь надо и молиться как следует, и общение иметь истинное. Не только сына поносить постоянно. То есть все, как говорится, подноготное нужно знать. А это тяжело. И с батюшкой нужно общаться близко. А батюшка-то нет-нет, да и скажет истину. Все-таки. У нас батюшка же не те батюшки. И что? Буду креститься там. Ну и как? Расскажи. Ну пускай сама скажет. Начало не так. Так не так, ты расскажи и дальше что. Так, я знаю. Я знаю, что говорить. Я у батюшки на исповеди, я просилась, он говорит, ну ты там же вот в основном ты живешь. Там, говорит, попытайся, там, говорит, покрестись. Я говорю, у нас не крест, только в одном, говорит, ну попытайся. Я пришла, поговорила, ну к батюшке обратилась, рассказала, что я крещена, и тогда-то давно все. Он мне сказал, матушка, как же он сказал-то, я уже забыла, это года два, наверное, три было. Это, ну типа не забивай голову, это ересь, это ересь, ты крещеная, матушка, и ни о чем не думай, и не бери грех на душу, вот, что я крещена. А как ты крещена? Вы ли как крещены? Ну я, я крещена в 14 лет в Покровском храме, но меня в младенчестве при рождении, мне было месяц или два, меня погружали. И я это всю жизнь знала, до того, как еще я крестилась, ну мне 14 лет, если я уже взрослой была, я была погружена, и мне бабушка всегда говорила, ты погруженная, ну надо еще покреститься. И я пришла на Рождество, седьмое, это седьмое, на Рождество, вот сейчас я вот, кто-то нас позвал. В прошлый год еще жива моя одноклассница, Галя Базуева, и я говорю, Галь, кто нас позвал-то в храм-то, идти-то, говорю, тогда на седьмое, пришел почти весь класс. Мы решили, в воскресенье было, решили пойти вот. Она говорит, да кто, говорит, ты, у тебя же только одной бабушкой была верующая-то, ты что, говорит, не знаешь. Я говорю, вот я не помню. И мы пришли всем классом, и я как зашла, Покровский-то храм, боже, меня как поразило, смотрю, Александр Македонский, у меня столько в голове вот так закрутилось. Македонский, он же, Невский, он же этот, он же полководец, он наш, воин, ну что-то все такое, в школе-то учили же. Я вот была, потом бабушка, говорю, бабушка, он отдал, он мне от Невский. И все, я говорю, бабушка, как красиво, и она мне, бабушка, в это время, раз, пойдем креститься. И 14 января, меня в этот, 58-го года, на следующее воскресенье меня покрестили. Как крещение-то происходило? Ну, я, ну, я помню, я знаю, что вот коленочки мазали, платьица была, ну вот помню, голову мочили, вот, больше я ничего не помню. Она поменила, что детстве было крещено, маленькое, как, насколько это достоверно? Сто процентов. Так, какие свидетели? Ну, бабушка была, где сейчас свидетели? Бабушка. А где вас так крестили? Дома. На дому? Да. А кто крестил? Был, был грузин, был с бородой, это вот точно было. Ну, бабушка, с бородой, священник это или нет? Ну, по всей, какой-то ведь военный. И сказал, буду, говорю, жив, приду, после войны приду и буду крестным покрещен. Непонятно, правильно или неправильно, крещенник. Какие слова произносили, кто скажет? Правильно, это не священник был? Нет, это не священник. Не священник, имел ли он право крестить и прочее это? Понимаете, сколько? Он крещен. Он погрузил, хорошо. Погружена ты была. Ну, что-то человек знал, наверное. Бабушка только говорила, в то время же мы вообще боялись об этом говорить. Я поясняю. А нам только говорила, что он погруженник. Правило определенное, ты его не запомнишь, и тебя, чтобы отторжения не было. Шестой Вселенский собор, восемьдесят четвертое правило. Если нет достоверных свидетелей, немало не сомневаясь, прими крещение. Свидетелей у тебя нету. Что он говорил? И утверждать, настаивать на том, что ты крещенок, у тебя нету не то, что сто процентов, ни одного процента нету. Ты была погружена, кем ты его не знаешь? Не знаешь. Какие слова он говорил, не знаешь. Если бы тебя погрузили староверы, даже беспоповцы, которые скержаки, лыковы, то точно, они знают слова, но они не рукоположены. Это разрешается при восстутстве священника. Ну, а кто крестил-то тебя? Не крестил, а погружал-то. Для меня, например, вопрос бы никогда даже не стоял. Достоверных нету, и правило дает мне возможность окно открытое. То чего бы я себя оставил под такую ответственность? А ты пошла в папу, сказала, я была крещеная. И под тебя видел правильно. Погруженая, в детстве погрузили. Вот тебе вопросов по таких, как я, не задавал? Не задавал. А ему и не надо это. Потому что сегодня только таких вот выкидышей сделал, может, 10-15. И все. Это абортированные все называются. Не знаю, ну бабушка и говорила, сейчас откуда у кого спросят? О чем разговор? Кто говорил? Какие свидетели? Ну, вот и все. Здесь надо самому дойти до того, в крещении есть дверь Царствия Божия, дверь Церковь. А если у меня крещения нет? А крещение определенное правило. Когда трижды погружают в произнесение слов. Крещается раба Божия, Валентина, во имя Отца, аминь. Во имя Сына, аминь. Во имя Духа Святого, аминь. Если этих слов не было, крещение недействительно никто не признает. Ну, я сейчас знала эти слова, я у бабушки спросила, бабушка, до 30 лет я была с ней. Но я только одно знаю, бабушка у меня глубоко верующая была. Я сейчас не бабушке говорю. Нет, и что? Это не добавляет? Она разрешила, мама, она вообще никакая. Там не написано, знаешь ты бабушку или нет, это все. Просто мы бабушка привела даже этого человека. Валентина, это все мы даем весомость своим словам. А там еще за этими словами не стоит. Вы не знаете. Я говорю, достоверно было бы, если бы вас переселил Карпос и Пышлыков, старовер. Это было бы настоящее. Старовер, а в Красноярском крае были, там можно было пойти. Но было не так все. Наше дело не спорить, не к окрещению тащить, а возвестить. Возвестил ты и поняла, узнаешь позже. Все. В аду. Нет, это Бог так усыновил. Да что Бог на это смотрит? Да зачем тебе рассуждать смотрит? Бог сказал, не прикасайся. Бог показал. Необрезанный будет уничтожен. Обрезать восьмое. Да что он ребенок понимает, восьмой день обрезать? Вот за эти слова ты должен побит быть камнями в этот же день. Зачем тебе рассуждать? Ах, в обрезании прообразовало крещение. Вот восьмой день их крестят. А что ребенок понимает? Ничего он не понимает. Но крестить нужно только у тех, которые глубоко верующие. Вот об этом выступал Осипов. И задали вопрос Смирнову. Он объяснил правильно. Вам Алексея Ильича Осипова не обвините. Он говорит согласно правил. И в данном случае он прав. Где-то я не согласен, канон нарушает. А тут он прав. Так, ну и про глубоко верующих-то мы тоже знаем. Хорошо, конечно. Почитаем там еще. Да, давай, толкование. Это все понятно, больше не надо еще говорить. Римлянам 12.8 повторим. Вот уже время прошло. Увещатель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй. С усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Толкованием. И увещание есть вид учения. Ибо учением называется вообще рассуждение о всяком предмете, а увещанием собственно то, когда кто успокаивает словом души, возмущенные скорблю или гневом. Итак, увещатель говорит, пусть пребывает в увещании, делая свое дело и не превозносится перед другим. Сказав об учении и увещании, то есть о том, что относится к попечению о душах, теперь говорит о телесном, как занимающем второе место. Простотой называет щедрость, ибо никакая добродетель не бывает добродетелью, если совершается ненадлежащим образом. Так и девы, хотя имели елей, но имели его недостаточно, почему и отвержены. И начальник должен проходить служение свое тщательно и неленостно. Начальствовать же, значит, вспомоществовать тому, кто требует помощи словом и делом. Так как сказал о раздаянии имущества, а имуществом изобилуют не все, то присовокупляет. Будь предостоятелем другим образом и помогай нуждающимся только с очищанием. Выше сказал, что должно раздавать простоте или щедростью. Но многие дают хотя много, однако принужденно и со скорбью. Поэтому учат, что щедрость должна быть без скорби, даже с удовольствием и радостью. Ты должен радоваться, что за малую цену получаешь небо. Пойми же, какое различие между раздающим и благотворящим. Раздает тот, кто подает подаяние из полученного от другого, а благотворит тот, кто подает из своего достояния. Все. Ну вот, пожалуйста, жизнь церкви. Это мы все говорим о членах церкви. Раздаятель, потом кто-то у нас еще. Увещеватель. Начальник, благотворитель. Начальник, благотворитель. Так, начинаем. В Покровском соборе. В Храме Христа Спасителя. Кто? Где они, эти раздаятели? Кто? Патриарх, Кирилл, митрополиты, епископы, священники, архимандриты? Или люди? Или матушки какие-то есть? Среди людей много очень. Или диканисы? Где что? Или дьяконы какие-то? Или чтецы? Где вот эти вот служения, которые оставил нам в память только апостол Павел? Где они? Да их нету просто у нас в церкви. И не открывайте рта, пожалуйста, не надо. Я лично знаю. Не надо, не надо. Нету таких служений. Служений людей. Это простые люди. Просто люди, которые, братья, сестры, ну о сестрах пока не говорим. Братья, которые поставлены на это служение, были в те времена. И они этим занимались. Сейчас нормально, милостыню никто не может подать. Подают всяким забулдыгам. А забулдыги это поняли. И сделали себе целый комплекс, целую мафию создали. Ставят такого человека, который более-менее. И уже смотрят, говорят, какой-то там такой под дурачка, как блажененький стоит, так чистенько одетый. Ему будем давать. А те-то забулдыги, мы уже им не будем давать. Уже понимают. А этот чистенький, хорошо одетый, его уже обирают вот эти вот другие сотоварищи. Тому хорошо подают. О социальном служении правительства, которое сейчас идет, вообще никто не вспоминает. Соцслужбы работают. Любого инвалида и всех они обеспечивают. И если где-то там что-то есть, можно пойти, и все равно от государства вырешится что-то тебе. Если уж на то пошло. А дело все в том, что вот этих подаяний-то рождаются сребролюбцы они. Я подходил, спрашивал одну женщину, почему. Я ей спросил, а, да-да, у нас все есть, пенсию, да, все платят, все. Но это же нищенское все. Это что ж такое? А здесь-то мне вон сколько дают. Я говорю, да-ка, вы почему работать не идете, раз так? Вам сколько лет? Там 56 или 57. Совершенно здоровая. Так у вас тоже какая-то болезнь. Или что, почему вы тут стоите-то и выпрашиваете вот эти копейки-то? И люди идут и подают. И каждая копейка, которая не обращена как милостыня, она идет в ад, а не в рай. Надо тоже отделять священное от несвященное, от чистого, от нечистого. Так это я говорю не о служении. Это я говорю о милостыне, которую каждый человек должен уметь подавать. А о десятине. Какие споры идут в православии о десятине? Но все заканчивается одним. Не надо десятину. Вот иди в храм и все, что есть в ларке, покупай. И тогда ты окажешь вот эту милость церкви Христовой. И это я говорю только о десятине, ни о каких не о служениях. А ведь это служение, это наполнение жизнью каждого человека. Это свобода наша, которую нам дал Христос. Это жизнь в братском общении с нашими пастырями, которые старшие братья наши. Вот с этими увещевателями, с миротворцами. И где это все, что говорит мне, я знаю сама, я там знаю. Где это в церкви Христовой, скажите мне. А вот у католиков это все вполне есть. У них даже прям расписано это все и поставлено. Каждый там, вот ты будешь тем, ты будешь этим. Они все это сделали. Почему? У них хороший катализатор был. Мартин Лютер. Он так тряханул их, что они поняли. Евангелие надо знать лучше, чем протестанты. И такое изучение началось в Евангелии. Католики многое тоже нам дали, показали, как это нужно делать. Православных пока еще не трясло. Православные только сами себя гоняют. Можно я скажу? Да, пожалуйста. Говорите. По теме только, по теме надо. Говорите. Я хотел сказать слово, не будет говорить. Если бы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. Как себя судить? Должен быть какой-то закон, чтобы я видел, что я не вписываюсь в него. И вот человек, когда умирает, неоднократно это было, говорят, я атеист. Вот я, говорит, умер. Там через коридор этот, через трубу-то его протащил, а вижу свет. Я еще тут ставил и говорю, так Бога-то нет. А кто-то не голосом отвечает, Бог есть. И я внутренне говорю, Бог есть. Вот теперь началось полное, по полной программе осуждение самого себя. И я, говорит, сам себе сразу выношу приговор. Выходит, все, что я делал в неверии, все это не от Бога. Я нигде не могу вас высветить ни одного дня, ни одной минуты, которая была бы мне не в ущерб. Судите сами себя сегодня. Вот этой беды-то нет сегодня в церковных кругах совсем. Люди этого не знают. А с чем себя сравнивать? Когда человек умирает, помимо его воли, а здесь твоя воля еще решает. Я не хочу сказать. Там ему дается как бы сигнал какой. И он, получая этот сигнал, отвечает, да, так. И ты, победивший в суде твоем. Вот здесь Христос судит совесть. И меня спрашивают, а что ты великого сделал? Вот когда Рей Макмова, где младший, начал писать книгу, «Жизнь после смерти» — это первое его. Он сделался там психологом. И внутренний голос мне отвечает. Великого в жизни на твоей еще не было. Но я сказал, самое большое, чем я гордился. Я знакомился с артистом. Артист тот, знакомый, всем известный, он мне руку пожал. И я там-то на том свете и говорю, а я с таким артистом знаком. А в ответ мне полное сострадание голоса ответил. Ты шутишь. Я понял, да, глупости говорю. Вот теперь начинается суд. Ему надо перетащить сюда. Сегодня, мы скажем, умершие не имеют никаких шансов изменить свою участь. Что церковь отпевает. Все это под вопросом. Раб он или не раб был Христов. И священник гарантии не дает. Католики говорят, все, вылез на половину, до кружки дотянулся. Сегодня он уже полкружки выпил. То есть они могут по часам, по дням. У нас этого ничего нет. Наша задача научиться через совесть, слышать голос Божий и начать самого себя судить. Как он себя не судит? Говорят, значит, до чего ты доходишь? Я пришел к выводу, допустим, спорить. Было у меня, что я спорил или нет? Я даже не могу припомнить, когда я спорил. Видимо, когда я уверовал, у меня споров больше никогда не было. Я возвещаю. А что ты дальше не доказываешь? Зачем? Я возвестил. А ты не принял. Я тебе сказал. Ты принял или не принял? Не принял. Все. Ну, так ты мне докажи. А зачем доказывать? Я тебе сказал, Бог есть. Я тебе доказывать не буду. Все вокруг. И небеса проповедут. Слава Божию. Согласились. Какой-то коллапс был. Все сжато было до одной точки. Даже того меньше. Ну, глупости такой. Да ты даже вот, что в этой комнате до точки до одной не сожнет никакой прибор никогда. А то вся Вселенная со всей галактики все было в одной точке сконстантировано. И люди в это верят. Ученые-то. Ну, то есть они подошли только, надо сказать, точки не было. Все было от Бога, из ничего. А не вплотную подошли сейчас этим коллапсом-то. Нам надо согласиться и осудить самого себя. Да, я глупил. Суду начать со Церкви Божией. И этому надо подвергать себя каждый день. Все время смотреть по частям день от утра до вечера. Что неправильно было сделано? Какую роль сыграло Слово Божие? Как оно меня подвигло к правильному рассуждению? Эти вопросы ты должен решать, тебе никто не скажет. Ну, что не знаешь, спроси. Я спрашиваю, вы совсем не спорите. Ну, докажи, где я спорил. Ну, а да вы не согласны. Ну, не согласны, я зачем соглашаться? Ну, я тебе сказал правильно, вот как написано. Местописание указал. А ты не принял? Нет, не принял. Все, моя миссия окончена. Я не буду настаивать. Ты, говорит, на своем настаиваешься. Я вообще на своем не настаиваю никогда. Ты мне не докажешь. Ты покажешь мои слова. Они взяты, я покажу из какой главаси. Да я разве на своем настаиваю? Это они не могут понять, что это не мое. И когда ты пропитаешься знанием Слова Божьим, Духом этим, тогда ты скажешь, что этого действительно не надо нисколько спорить. Я тебе сказал, и я отошел. Вот как-то помню. А куда Игорь-то делся он был? Вот там он заплакал. Девчонка заплакала? Ну, видать, только отец. Не было сказать, как-то. Ну, показали его. А ты смотри. Он много будет писать. Да не буду. Вот. Тихо, 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 тихо. Сказанное слово, оно имеет какую-то силу. Вот есть такое слово мистика. Мистическую силу имеют слова в определенном порядке выстроенные. Я это потом только дошел сам до этого. Почему слово у одного имеет силу, а у другого не имеет? Вот эти же слова говорит, а они мертвые слова. Никто не обратится. А вот священники, они там говорили, а от этого не кается никто. А видел ли он, чтобы люди обращались? Ну, он видел, что когда исполи говорил, постепенно он как-то бросил одно, другое. Теперь, говорит, я не пью, не курю. Вот стал батюшкой. Рождения там не было. Рождение – это перерождение. Это ненависть ко всему, что у тебя было. Ты другой, и ты другой теперь судишь всерашного самого себя. Вот он ездил в самое дальнее путешествие во Владивосток и в Находку. И когда приехали, я им сказал, ты приготовь доклад, выступление, как там у тебя было, наше несогласие. Я настаивал на этом. Они не понимают, зачем я это делал. Теперь скажи, зачем я настаивал, чтобы вы приготовились, свободно все сказали. А после вас тогда я расскажу. Я не стал говорить. Зачем я это сделал? Ну, чтобы судить себя, я так понимаю, до закона Божия. Я двоим предложил. Вадим, у тебя выступите, скажите конкретно, что к чему у нас были несогласия. Мы сейчас здесь разберем, вынесем на обсуждение, что впредь у нас этого не было. Ты бы сразу вопрос задал. Я для чего это говорю? Проходит день-другой, я сказал, на следующее воскресенье. Неделю он мог думать. Он мог бы посоветоваться с умницей. Такая жена у него с высшим образованием. Сказал, Юлия, а для чего это он нас... Он, наверное, что-то хочет поймать нас здесь. Я буду выступать, говорить, а ведь это все запишется. И он мне это все вернет с довеском потом. Зачем? И что я должен был говорить? Ты меня можешь спрашивать. А что я должен был тогда сделать? Ну, вы уже сделали. Теперь уже в изъявительном наклонении это не будет. И мы выступили. Выступили. А там один не согласен, там второй не согласен. Вот видите, у нас такое положение было. Вот вроде я экстремальные условия создавал. И когда мы заявили ультиматум, что бросим машину и уйдем, он сразу смягчился, уступил. Значит, тронул это его. Я сразу потише-то стал. Ты помнишь такое? Ну, примерно так. Ну, не дословно. Но непримерно, а именно это. Что я стал тише, потому что они меня такой ультиматум представили, что меня с машиной, с грузом бросят в Владивостоке, а сами домой на поезде уедут, и я там уду. Тогда он поймет, кого я лишился. А я смирился. И он сказал все правильно. Вот в чем дело-то. Только он дальше не договаривает, что у меня есть цель, а у них ее нет. Если у тебя есть цель, ты, во-первых, даже не помыслил бы это, тебе цель какая? Доехать, выполнить, что назначено. А вы так легко отмахнули. И вы показали, что я вижу, как в мире говорится, ему хоть колгать на голове тиши, что я могу сделать? Я вижу, что дошли до точки и спрашивать нечего. У меня дело погибает. И я отступился не потому, что вы правы, а потому, что я вижу, говорится, это мирская поговорка. Дурака, ты его не убедишь. Я отступился, я вижу, что абсолютно бесполезно. Да, я отступил полностью правильно. Не потому, что я не прав, а вижу, что с вами кашу не сваришь. У меня задача была, и она была выполнена. Вопреки вашей воле, вопреки вашему желанию, вопреки моему настрою, я все сделал для того, чтобы было выполнено. Вашему желанию ничего не было. Почему? А вы стали другими благодаря моей уступке. Я стал другим. И вы не понимаете, что вас это не возвышает. И по сегодняшний день вы вместе не подошли, не сказали, какую глупость там испороли тогда. Вы могли бы отдельно встретиться с Вадимом, поговорить, сказать, что с нами было. Какой дьявол вас наставил такие слова говорить? Да теперь это мы бы и не стали, и может не сделали. Ну, это слова были сказаны, я обязан был их учесть. Нас трое только, больше никого нету. У меня дело и цель, она была достигнута, вопреки вашей воле. То есть я оценил, что с вами разговаривать не о чем. Я должен пятиться. Вы бы сказали, поим один без вас, я бы пошел пешком. Или сказал, сиди под кустом, через дерево заберем. Я бы остался без всего. Но не умер бы, корешки нашел какие-то. И дождался вас, чтобы было выполнено все. У меня цель, а у вас ее не было. Вот это наша разница. Можно мне сказать? Конечно можно. Вот вы говорите, дело, у вас не было цели. Первое. Ну конечно. Вы говорили так, да? Да. Второе. Ваше дело было выполнено. Да. У меня теперь, первое, если у нас не было цели, тогда зачем мы вообще поехали? Вот это я. Цель была, первое. Цель была, помочь в благоествовании. То есть у нас, ну нету такого таланта, чтобы его развить. Мы понимали, я понимал, и Вадим понимал, что у вас этот талант есть, как брата во Христе старшего, и мы должны этот росток... По счастьям сейчас, по счастьям. Подожди, у нас цель была, первая. Это уже... Она нарисованная была. Если была цель, вы бы ушли до ней, попреки всего. Стоп, стоп. Мы и шли на ней. То есть метод, который мы употребили, метод, это был метод, чтобы достигнуть цели нашей. Вы серьезно говорили. Серьезно. Это было... Иначе на вас никак не подействует. А это не надо. Надо было серьезно, когда Господь... Чтобы подрести руку... Послушайте. Ну, конечно. Ты сначала скажи, какие обвинения мне вы ставите, чтобы со мной нельзя было ехать выполнять? А... Подождите. Мы не достигли цели. Не достигли мы, если бы я не уступил. Мы цели достигли, мы доехали. Да. Теперь вы говорите, вы сделали эту работу. Я уступил. Вы отступили. Я отступил. Вы перестали мешать делать работу, которую мы должны были делать. Да вы ее не делали. Ну, как мы не делали? Мы делали так, чтобы она сто раз погибла. Подождите. Мы ехали, менялись смены, менялись, мы вставали, все делали. А скажи сейчас по порядку. Ты сейчас говоришь... Обвинения-то в чем были? Обвинения-то в чем были? Скажи, почему я не ложился спать ни разу? Объясни. Ну, вы себе поставили это правило. Ну, почему я поставил, а вы не поставили? Так я не за рулем. Вы сидите за рулем поперемен, а я ни разу не лег за 13 дней. Почему? Ну, у вас... Да я ни в грош не ценил ваше намерение довести до конца, потому что я на каждом повороте, Вадим, ну, затормози, уже кладется машина, опрокидывающий момент достигает критическая остановка. Ну, остановитесь, в горах, в серпантинах, на полной скорости по 100 километров давите. Так вот в том-то и дело, что вы в грош не ценили. Я не ценил вашего отношения, что вот вы будете так, заправьте вовремя. Я просмотрел одно время, доехали тогда с тобой, встал, все, высосал от, под нуль. Я все время спрашиваю, сколько бензина? Мне зачем нужно, когда ты шофер? А я вижу, ваше отношение такое, вы гоните, пока машина сухой, бак, а там бак. Я сказал, не трогай, то запасное в горах где-то будет. У вас мышление какое-то прям мышиное. То есть претензии, которые были высказаны, они не к этому относятся, Игнатий Тихонович. Не к этому. Первое, уже, ну давайте записи поднимем. Первое, вам объясняли по правилам дорожного движения, по шиферской этике, речь шла о световых сигналах. Все. Это первое было правило. Мы не можем поступить, как вы сказали. Вот это ты людям скажи, по порядку. Мы едем, впереди свет, он где-то там за двумя перевалами. Ты сразу на короткие. Короткие вообще не видать ничего. У меня зрение нормальное. Слушай, чем нам повторять? Теперь машина ушла, мне вообще на сюда ушла. А ты ездила. У вас не было покаяния, Игнатий. Это на камеру говорите. Я как-то заняться, я не понимаю. Не было покаяния. Ну, у тебя какое покаяние-то? Ты дома с отцом ездишь, там у тебя на коротками. Здесь только дальний свет. Едем в горах. Задача нас сохранить. Мы точно так же. С моим отцом по плоти ездим. Он мне говорит, Игорь, поступай так. Тема закрыта. Тема закрыта. Дело в том, что вы... Еще тема закрыта. Вот там-то у вас дорога, и вы не можете остановиться. Остановитесь. И я сказал, с таким настроем я никогда с вами не поеду. Все. Продолжаем дальше. Вот и слава богу. Видишь, освободен. Я сказал, почему я уступил? Только потому, что... Вы выставили. Вы и ультиматум выставили. Вам цель не нужна была. Так вот, давайте продолжим дальше апостола Павла. Как бы приближение на сегодняшний день. Вот у меня всегда это волнует и будет волновать всегда. И вот поступает записка такая. Сестры говорят о... Я так понимаю, они говорят о каких-то служениях в церкви. Ну, мы сейчас разберем. Сейчас есть группы в православной церкви. Ну, и тогда... Сестры Милосердия называются. И какие-то братья. Братьев я не слышал. Сестер слышал. И они болящим и в санаториях трудятся и по домам ходят. Это знают точно. Точно. Вот. А теперь давайте разберем и это тоже. Я хотел бы спросить нашу сестру, которая ходила с благовестием. Она сидит рядом с той, которая записку подала. Как они вас выпихнули оттуда, эти сестры Милосердия? Расскажите. Постоять. Так, а мы вместе ходили. Теперь я говорю. А тем более, вот потом вы расскажете. Вы же все хорошее знаете, а мы сейчас негатив послушаем. А я негатив знаю, сказала бы. Тихо. Ну, я конкретно не знаю, о чем это имела в виду Надежда Васильевна. Но когда мы ходили, с благовестием ездили в санаторий, и там в начале нас приглашали, но когда узнали и, видимо, исследовали, откуда это, и что мы лапкинцы, и, конечно, нам тогда был отказ. В каком виде отказ прошу? Ну, отказ, как, запретили приезжать туда и не заходить, и даже нас не стали запускать на проходной. Мы сказали, что вам здесь нечего делать. Так, все. Этого достаточно. А теперь давайте поговорим. Апостол Павел говорит о служении людей, истинных православных братьев и сестер в Церкви Христовой. И они служат по евангельским законам. Они не злобятся ни на кого, не гневаются. Мы говорим о истинной Церкви Христовой, а не о тех отрыжках, которые порождаются для того, чтобы можно было деньги отмывать и епископии. Надо же показывать какое-то социальное служение. Карлин, чтобы давал на горячую воду в церквях. Все бесплатно. А они себе будут покупать машины до такой степени, что Патриарх уже сказал, мужики мои эти, священники, вы как-то немножко-то поутишьте свои ранги. У вас у всех уже крузеры. Люди-то смотрят вокруг и знают, что такое машина за миллион, и что такое машина за сто тысяч. И говорят, давайте хоть на русский перейдите, чтобы не стыдно мне было. Вы что, не понимаете, о чем это речь идет? О том, что ожирели уже напрочь. Но где-то есть, не от мира сего, как у нас отец Данил приезжал. Помните его? Так он один раз только у нас побыл, и так его совесть заела, конечно, душу его, что он отказался вообще от служения. Почему? Ну, потому что, когда он узнал, что в пост нельзя молочко давать, и котлеты-то, вот через маму мою, слава тебе, Господи. Так он в изумление впал просто в ступор, как нельзя, как можно же попускается болящим. А когда показали ему канон, вот здесь разложил его, Игнат Тихонович, на запасные части, за десятину все ему рассказал, а я десятую часть давал. Я как еду мимо храма, грибочков соберу, я пойду и там кому-то там дам грибочков, кому-то там ягодки отсыплю. А пенсия-то у тебя была? Ну, конечно, была. Ну, и ты сколько с нее давал? Хлоп-хлоп. А не сколько? А что, денежку жалко? Будущий монах, архиромандрит. Они ни одного канона не выполнили, сидят и учат. И учить-то не могут. Вот этот архиромандрит, который там у мамы, я понял, он очень совестливый, я сказал, ну, просто еще совесть у него есть. Он понимает, что он учить ничему не может просто и все. А какая-то матушка, это женщины в последнюю очередь, как сегодня Златоуст сказал, и даже женщины могут сказать умная. Здорово. И слуги, говорит, тоже потом. Вы сами-то слушайте, что Златоуст говорит, сестры, немножко на ум-то мотайте. А то как что сразу, мужчины, давай закручивать их. Ева пошла, Ева сама начала гулять по раю одна, без мужа. Не муж. Муж в этот момент, видать, отдыхал, да еще она ему сказала, о, что-то притомилась. Ну, давай, родная, приляжем. Прилегли, только он задремал, тут же, оп, спохватилась и пошла, пошла гулять. И что она гуляла? С бессловесной скотиной разговаривалась. Это самое позорное, позорное, что было только. Ну, что непонятно, животные не разговаривают. Если бы змеюга разговаривала тогда, не было бы жены. А Адам обошелся бы змеей. Беседовал бы с ней, там, разговаривал, на каждом дереве под змеей бы висело. Нет. Бог дал вас, дорогие сестры. Вы наш утлый сосуд, который тоже должен наследовать Царство Небесное. Поэтому давайте наследовать. И, сестры, ну, столько вы уже в Церкви Христовой. Мы говорим о истинном служении в Церкви Христовом. Но нет его сейчас. Знаете, я бы сейчас с удовольствием взял бы и сказал, вот, глядите, увещеватель, и сказал, вот у нас брат Николай, он в нашем храме увещеватель. Брат, расскажи о твоем служении. Но он не увещеватель. Понимаете? Он помогает, много ездит, да все. Я бы хотел сказать, вот брат у нас Михаил сидит, хотел бы сказать, брат, ты благотворитель. Расскажи, как ты благотворишь. И он раз нам пример подал, и смотришь, сестра, а я тоже хочу благотворителю брату помогать. И тоже этого у нас нету. Но нету ничего, мы даже ни о чем поговорить не можем. Мы можем только брать из жития святых примеры, какие у монахов, вот были там, Пахомий там великий, или Досифей, Дорофей, которому пришел брат, и увещевай, увещай меня по Евангелию. Он говорит, ну, тебе не надо Евангелие знать. Он пошел к настоятелю. А настоятель уже перед этим сказал, ты там как следует, ты его отшает от этого Евангелия, о чем ходит тут все. И этот бедный Досифей получил им даже палкой по хребту и пинка. А всего-навсего хотел узнать там, что-то о Евангелии. Мы даже не знаем, что. Нам не осталось памяти. Вот вам и увещеватели. Или как увещеватель был, который пришел со своим сыном в монастырь. Тяжело было ему? Очень тяжело. Жена умерла. Ну, представьте себе эту ситуацию. Он пришел за утешением в монастырь. Сразу что сказали? Сына ты не должен знать. Воспитывать его будем мы в монастыре. Да? Воспитывайте. И потом, ну что, ты привык или нет? Что-то смотрю, ты засматриваешься на него. Да нет, нет, ничего не привык. А ну-ка, сейчас мы тебя проверим. Иди, брось его в реку. Но при этом настоятель сказал, там сети поставьте, чтобы когда ребенка поволочет река, в сети он попал, и вы вытащите его. Мы же не злодеи. И он не дрогнув пошел, и ребенка скручу бросил. Как у меня мама хорошо сказала, и говорит, чем больше я слушаю разговоры о монастырях, тем мне меньше всего хочется вообще знать обо всем, и даже ходить туда. Так ты сказала? Это там, этот самый Архимандрит с матушкой рассказывает, как в монастыре там жизнь. Что можно там, попущение там, то да сё, там кости вываривают какие-то на пост. Кости-то пустые, без мяса. Кости варят, вытаскивают, мы же мясо не едим в монастыре. Это Архимандрит рассказывает? Да. Это помните, как яйца-то варит, сидит монах, а или печет над свечкой, и это потом, вот, вот, говорит, сатана тебя говорит. И вот вы это рассказали, я забыла просто, что мы не варим яйца, а на свече яйцо пекут. Пекут. Но и кто-то увидел и говорит, вот, говорит, сатана надоумил. И тут голос такой, нет, это, могу точно сказать, что это, вот это от него. Даже сатана не до этого не додумался. Потому что ему не до этого видать было. Маленько не так. Не так не было? Вот это нам даже печет. Вот это лучше не рассказать. Я просто повторю эту маленько печет. Как бы разговор такой идет, что она вместе с внуком красила, наговаривают ему, что у нас Серёжа завтра Пасха будет, а сегодня есть нельзя. И все это утешило его. А в храм-то идти поздно, ты пойдешь, я не могу, он спать, но уснул. Уснул, бабка думает, мало ли, что проснется, да и взяла яйца вынесла, на улице там где-то спрятала. Из храма-то вернулась, сейчас она по Христосу, а матери нет, он у ней жил. Зашла, внука нет кровать, куда он делся? Там дверь-то была закрыта. А вот он улегся, ничего нет, смотрит, а у нее лампадка, а он поднялся, табуретку поставил, вторую табуретку, поднялся кто, и яичко печет. Бабка так ахнула, он не нашел, сырые только нашел-то. Она так ахнула, ну не дьявол, я тебя научил, и вдруг слышит такой бас сзади, а я и сам смотрю и учусь. Вот дурному, как говорится, научиться легко, а хорошему научиться очень тяжело. Так вот о благовестии говорили мы, теперь вот о том, что творит добрые дела. Вот спросили по записке, они как-то объясняют, не совсем понятно. Вот этот дом престарелых, мы там ходили. Ну, я не всегда могу, жена чаще была там, и у патриархии ни одного не было. И вдруг они теперь распределяют, дома тебе вот это место, и сразу они там надели с крестиками шапочки себе и пошли. Первое, что они стали ходить, узнавать, не ходит ли кто сюда. Понимаете? Они везде. Прошли и нашли, где у Анны Петровны, там какой, я не знаю, какой номер у нее был, там 102-й, 103-й, а ей сказали, туда ходят. Они сразу, не зная, не встречаясь, сказали, что больше никого не принимали, теперь это нам отдали, теперь мы будем. А там больных, да ни разу, там каждый день надо убирать за ними, там три этажа, там богатый-богатый материал перед ними. И они стали гоняться за нами, как вот псовая охота идет за одним зайцем где-то. Да заходите занимайтесь. Мы тогда пришли, а уже стало был роман такой, католический священник, он уже везде тут побывал. И он приходит, помогает им, так они католиками станут. А это ничьи люди. Так они же православные, они ничьи. Стали ходить сектанты. У православных, вот патриархийные, они все пропитаны духом. Никто не должен делать, только одним мы. Вот сейчас занимается бомжами, собирает, кормит, ни худо, ни бедно, каждый день 300 человек кормят. Представь, сколько это надо готовить им. И кормят-то, люди не умирают там с голоду. И они приходят, и когда мы были, тогда был Колганов, и вышел один из них, из этих, еретиков-то, и говорит, ну социальное служение, ну вот занимаемся, мы кормим, там 300, таких-то, православные сразу, такое же право не имеют. Это же наше православное. Они их сектантами сделают. А кем они должны их делать? Это его каноническая теоретика. Да какая каноническая-то? Бомжи по свалкам. Они подобрали этих людей, выброшенные, умирающие, замерзающие. И они работают. Да что, хорошо, что они будут еретиками. А это хорошо, что они подобраны, и тебя поп не обдерут, не убьют. Они голодные будут. Придут тебя, резать тебя. А сейчас они не режут. Одно это хотя бы оцени. Ну, понятно? Чего ты препятствуешь добро делать? А вот они в Грузии и пишут там Мамо, Мамо Васил, это отец Василий. И что он гоняется за ними, свете лигу. Идут два контейнера. Он у почтового отделения отбил эти контейнера, и все библии, и литературу все сжег. А какая-то редакция написала, где-то говорит, смотри, что поп-то делает. А полиция, а полиция стоит, смотрит, говорит, гогочит, и как будто не понимает. Это же нарушение закона, они его не трогают. Ну, и какая-то редакция выступила, напечатала статью. Он, говорит, привез с друзьями сварочный аппарат и редакцию тут запаял, чтобы никто не вышел оттуда. Заварил их там все. Вообще даже не придумаешь. Я, все равно, он мне звонит, я ему говорю, а как там Мамо Васил-то? Ну, да как? Что-то он там с органами сильно. Его, говорит, посадили все же. Посадили, дали сколько-то где-то. Так он, сколько этих, где-нибудь собраний, он набирал свою команду, там черную сотню, приходил там, громил, лежок, выбрасывал все. Ну, он как порог Илья. По ветхозаветному по-другому нельзя. Но он в Новом Завете или нет там. Вон Мамо-то и не был бы, если бы был там-то. А теперь надо согласиться, что мы можем действовать только на идеологическом фронте. Так они их прикормили, там вермишель дают. У людей есть ничего было? Вы давайте вермишель. А где мы возьмем? Тогда отойдем в сторонку. Значит, сам не дает и тому не разрешают. Вот это про собаку на сене. Ну, все. Это как в Евангелии ученики Христова тоже такие ревностные, что там он говорит, с нами не ходит, и мы ему запретили ходить. Ну да. Ну, вы-то идите. Оттуда же, ну. Это монополизация на всякую добрую деятельность с государством. А как делать? Да никак, ты продолжай делать. А они выкинут. Ну, за шиворот никто не тянул. Они ходили, они говорили. Ну, они не каждый же там день, во-первых. Мы заходим, они начинают против говорить. А ты продолжай ходить. Но этим уже дали указания вышестоящего рода. Связь иметь, запускать. В Дома и Молея только вот этих патриархий на других не пускать. И у меня уже на следующий раз прихожу, меня в дверях остановили. А у вас благословение епископа есть? Все. Ну, и в тюрьме нам точно так же запретили. Только уже на государственном уровне. Это закон выпусили. Это все они попу провели. Попу провели. Он сколько лет? 17 лет работал к смерти, и кому имел доступ. Здесь они сделали закон через закон. Они знают, как провели. И за все это придется платить им. Почему? А это ненависть. Это заходит за грань холынодуха святой. То есть они ненавидят уже не меня, а само добро ненавидят. Интересно, как он разговаривает. Заходит, там капитан сидит, этот Блохин. Ну, я сижу, жду, когда меня поведут. Офицера поп зашел. Михаил, отец там какой-то такой посмотрел. Он говорит, вот познакомьтесь, это вот ваш коллега из зарубежной церкви. Да, коллега, кто такой? Кто такой? Ладно, так разговаривают. Ты сколько там приготовил меня? Ну, 12 человек от крещения попросили. 12! Меня из-за этого позвали? Да 12! Вы такой раз, ну, а больше, говорит, нету. Ах, посмотрел на меня. Ну, ладно. с такой тягомотиной. И так вздохнул он тяжко. Ну, сейчас, говорит, сейчас вас проводят, и вокруг него так крутятся. Ну, московская патриархия, они уже подписали все договора, эти все. Но я не знал, что в последнее время. Но я так посмотрел приблизительно по отношению, по всему, думаю, ну, все, закроют нас. И думаю, как и мне. не дают. А только берут всегда. Мы сразу привезли, помню, один раз только дали, 4 тонны литературы, там, все, что нашли где-то. А от них ничего нет. Но они на той стороне, почему? Через власть. Но иногда власть, когда верующие крепкие там бывают, мог как-то где-то обойти, пока тех нет. Самым большим тормозом везде, даже в делах благотворительности, это московская патриархия. Я конкретными фактами засыплюсь, в библиотеку сдать ни под каким видом. Наконец Севастьян составил по закону, все опять с заявлением с книгами. Они что? У нас в библиотеке места нет. А раз нет, тогда никакой закон не заставят нигде. Тогда она начала там приходит, дачки дают, она через других людей передает сыну. Книги покупает и тогда стала передавать. Мы все равно прошли туда. А кто? Главное, это погибло. Я все думаю, это фамилия, это прямо говорящие. И разговоры у него о войне. Как раз его поставили-то и в Петербурге. Ну, ясно, на повышение. Когда закончится-то? А то я уйду сейчас. Да, уже оказывается. Еще нету, поблагодарить долго. В другой раз больше к Слову Божию старайтесь, сильно не тратим на другое время. Тут и так понятно. Начали судить, нам из этого не выбраться. Мы сразу уходим. Самое лучшее доказательство, даже которое называется со скорыми, это наша работа. Вот и все. Вы помните, когда пришел, когда они на меня, чтобы меня вышли из университета, я не преподавал, а у меня вышел в это время 13-й том. И он на снимке так и остался. Пришел проректор по учебной связи, вышел перед студентами, кто-то у меня был. Вот смотрите, вот эта книга Лапкина. Я понимаю, вот книга, я взял в руки. Вот я считаю детский лагерь. Почему они ничем занимаются с народом-то? Он не член нашей общины, проректор самого мощного университета. Наши дела говорить за нас будут. Они будут говорить ни день, ни два. А слова, они в другой раз возникают и исчезают. Господи, слава Тебе. Благодарим Тебя за все Твои милости, оказываемые нам в этот воскресный день. Прости, в чем мы погрешили перед Тобою. Научи нас во всем доверяться Тебе. Положи препятствия творить пахости всем нежелающим благовестия. Приготовь все необходимое для нашего труда и посеянное семя сам возросли. И сохрани наши книги, сайты, форум для многих людей, дабы они познали истину Твою. Будь милостив к нам. Пощади нас, Господи, не во гневе наказывай, но по милосердию Твоему в чем мы ошиблись, что сделали не так, кому послужили соблазном. И место сия сохрани. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.